МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошла квалификация чемпионата мира. Восемь команд прошли отбор в финал, и теперь им предстоит сразиться за право носить звание сильнейшей команды в мире. Четыре испытания предстоит пройти атлетам, перед тем, как определиться победитель командного чемпионата мира в парах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас я представлю вам финалистов. Сборная России. Сборная Польши. Сборная Соединенных Штатов Америки. Сборная Эстонии. Сборная Финляндии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финал прошли атлеты из Литвы. Сборная Латвии. И еще одна литовская команда во главе с главной гордостью литовского силового экстрима Джедруносом Савицкас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущий Магнус Лир Магнусен рассказывает об упражнении подъем бревна. Два атлета должны поднимать бревно весом в 250 килограммов максимальное количество раз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российская команда Михаил Кокляев и Игорь Пидан будут выступать первыми. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доктор Даглас Эдмонсон, главный рефери соревнований, подает сигнал к началу упражнения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В хорошем темпе ребята выполнили уже три подъема и не останавливаются на достигнутом. Движения отлажены до автоматизма. Пятый подъем в зачете у нашей команды. Рефери засчитывает шестой повтор. Небольшая остановка поможет атлетам перевести дыхание и настроиться на новую попытку. Повело Игоря Пидана в момент фиксации снаряда, и этот повтор не засчитан. Но у ребят еще есть время попробовать улучшить свой результат. В разнобой пошел очередной подъем у атлетов. Видимо, начинает сказываться усталость. На шести повторах останавливают свое выступление Игорь Пидан и Михаил Кокляев. Следующими будут стартовать сборные США Дерек Паунстоун и Том Маккур. Дерек Паунстоун просит у публики поддержки. В более спокойном темпе поднимают снаряд Дерек Паунстоун и Том Маккур. Четыре защитных повтора на счету американской команды. Дерек Паунстоун и Том Маккур. Тома Макклур. 15 секунд еще есть у американских атлетов, и они решаются на еще один подъем бревна. Итоговый результат сборной Америки – 8 повторов. На вопрос Магнуссу Вермагнуссуна, хватит ли 8 повторов для победы сборной Америки в этом упражнении, и Дерек Паунстоун отвечает словами сомнения, ведь впереди выступление очень мощной команды из Литвы во главе с Жидруносом Савицкасом. Но американский атлет надеется, что 8 повторов им должно хватить, чтобы занять хотя бы второе место в этой дисциплине. Эстонская команда Мелис Пунгитс и Андрес Мурмитс приступают к подъему бревна. Заметно тяжелее это упражнение дается эстонской команде. Второй защитный повтор у сборной Эстонии. Третий подъем бревна не вызвал возражений у рефери. В этом упражнении все зависит от слаженной и четкой работы обоих атлетов, потому что при нарушенном балансе один атлет не сможет поднять бревно. Еще одна неудачная попытка. Сборная Эстонии заканчивает свое выступление с тремя засчитанными повторами. Следующими поднимать бревно будут атлеты сборной Финляндии. Яни Ириканин и Яни Колиманин спокойно и размеренно совершили первый подъем снаряда. Защитан второй подъем. Вот уже и третий повтор на счету финских атлетов и они повторяют результат сборной Эстонии. Тяжело удался М4 повтор. Все-таки 250 килограммов в руках у атлетов. Еще одна попытка. Не получилось у финской сборной поднять бревно и они останавливаются на четырех повторах. Вилюс Петраускас и Саулюс Брусокас на площадке. Они представляют вторую литовскую сборную на этом турнире. Вилюс Петраускас М4 Плыв! 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 М2 М3 Очень решительно поднимают они снаряд, видимо, настроились на серьёзную борьбу. Три повтора уже на счету второй литовской команды. Повторили результат финской сборной. Еще один подъем бревна, и вторая сборная Литвы повторяет результат сборной России. Не сумели выпрямить руки, и повтор не засчитан. Шесть подъемов бревна – итоговый результат второй сборной Литвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Латвии сейчас на ваших экранах. Агрис Козельникс и Мартинс Сквеникс. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень непростая задача сейчас стоит перед латвийскими спортсменами. У них большая разница в росте, и это будет осложнять равномерное распределение нагрузки. АПЛОДИСМЕНТЫ За то, что после фиксации снаряда атлеты не смогли удержать бревно, Даглус Эдмундсон не засчитывает им повтор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А в этот раз подъем выполнен чисто, и две удачные попытки на счету сборной Литвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Третий повтор засчитан, и атлеты аккуратно опускают снаряд, чтобы не лишиться еще одного балла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Развлаженность в действиях не принесла успеха латвийской команде, и они заканчивают выступление на трех повторах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А на площадку выходят Видос Блекатис и Жидронос Савицкас. АПЛОДИСМЕНТЫ Выступление именно этой пары литовских атлетов больше всего опасался в своем интервью Дерек Паунстол. Любителям силового экстрима хорошо известно, что Жидроносу Савицкасу принадлежит мировой рекорд в подъеме бревна, который равен 210 килограммам. Мы видим, что у Жидроноса Савицкаса большая разница в росте с Видосом Блекатисом, и чтобы это не помешало показать команде хороший результат, Жидронос широко расставляет ноги и тем самым уравнивается в росте с Блекатисом. Для победы в этом упражнении обоим спортсменам нужно сделать на один подъем бревна больше, чем у сборной Америки. АПЛОДИСМЕНТЫ Без видимых усилий совершили атлеты с шесть подъемов снаряда. Седьмой повтор защиты. Повторили результат сборной Америки. И с девятью повторами стали победителями в упражнении подъем бревна. Совершенно прав был Дерек Паунстон, ожидая от сборной Литвы хорошего выступления в этом упражнении. Чистая победа. По результатам первого упражнения финала командного чемпионата мира сборная Литвы на первом месте, сборная США на втором, сборная России и вторая команда Литвы поделили третье место. Ведущий Магнус Верр Магнусен рассказывает о комбинированном упражнении «Мертвая тяга» и «Присед». Один из атлетов будет поднимать штангу в 350 килограммов, другой – приседать с фиксированным грузом того же веса. Победит та команда, которая сумеет выполнить максимум повторов. Первый будет стартовать в этой дисциплине сборной Польши Артур Патик и Роберт Щепаньский. Упражнение начинается с приседа, и эту часть задания будет выполнять Артур Патик. Ни одного раза не удалось встать с конструкцией весом 350 килограммов Артуру Патику, и теперь исправлять тяжелейшую ситуацию, в которой оказалась сборная Польши, придется Роберту Щепаньскому. Есть первый повтор на счету Роберта Щепаньского. Обычно хорошо выступает в упражнении «Дэдлифт». На индивидуальном чемпионате мира в Исландии он поднял штангу весом 320 килограммов 9 раз и показал тогда второй результат в этом упражнении после Михаила Кокляева и Жедруна Сосовицкаса. А через год на чемпионате мира в Южной Корее Щепаньский поднял снаряд весом 340 килограммов 5 раз. Продолжать выступление будет сборная Латвии «Агрис Козельникс» и «Мартинс Сквеникс». Первую часть упражнения будет выполнять «Агрис Козельникс». Судорога свела ногу спортсмена и глава федерации латышских атлетов Раймонс Бергманис бежит на помощь «Агрису Козельниксу». Вообще судороги мышц ног довольно часто случаются на упражнении «Присед». Конечно, это болезненно, но не смертельно и в следующем упражнении «Агрис» сможет продолжить выступление на чемпионате. Михаил Кокляев подошел помочь товарищу. Ведь все атлеты и конкуренты только на помосте, а за пределами спортивной площадки все они хорошие товарищи, готовые в любой момент прийти на помощь друг другу. Вся ответственность за выступление команды теперь ложится на «Мартинса Сквеникс». Хороший темп взял «Мартинс» и уже три повтора на счету сборной латыши. «Мартинс Сквеникс» известен любителям силового экстрима как участник турниров весовой категории до 105 килограммов. Он уже обошел результат, который показал Роберт Щепанский и продолжает выступление. «Мартинс Сквеникс» Шесть повторов уже на счету сборной латыши. Героически выполнив 7 повторов, Мартинс Куеникс покидает площадку. Эстонская сборная Андрюс Муромец и Мерис Пунгитс занимают свои места на помосте. Андрюс Муромец будет выполнять присед Мерис Пунгитс в дедлифт. Андрюс Муромец первый сделал то, что пока не удавалось никому на этом турнире. Он первый встал с грузом в 350 килограммов. Вот уже три повтора на счету сборной Эстонии. На шести повторах заканчивает выступление Андрюс Муромец. И теперь слово за его партнером по команде Мерисом Пунгитсом. Уже обошли эстонские атлеты сборной в Латвии в этом упражнении. КОНЕЦ Прагом АПЛОДИСМЕНТЫ И суммарный результат сборной Эстонии становится 12 повторов. На вопрос ведущего, доволен ли он результатом своей команды, Андрюс Муромец отвечает, что ему даже не верится, что они смогли так хорошо выступить. 6 повторов у одного, 6 у другого – это просто замечательно. А на площадке уже команда Литвы, в составе которой Вилюс Петраускас и Саулюс Брусокас. Саулюс Брусокас будет выполнять первую часть упражнения. Не пошло выступление у Саулюс Брусокаса, и он останавливается на двух приседах. Теперь в борьбу вступает Вилюс Петраускас. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Литвы опередила латвийскую команду. 6 раз поднял уже штангу Вилюс Петраускас. Для того, чтобы показать такой же результат, как сборная Эстонии, Петраускасу нужно поднять 350-килограммовую штангу 10 раз. И, на мой взгляд, для него это невыполнимая задача. Суммарно результат второй сборной Литвы – 8 повторов. АПЛОДИСМЕНТЫ А на старт уже вышла сборная России Игорь Пидан и Михаил Кокляев. Игорь Пидан будет выступать в упражнении присед, а Михаил Кокляев будет выполнять свое коронное упражнение – дедлифт. Четыре раза смог встать с 350-килограммовой ношей на плечах Игорь Пидан, и теперь слово за Михаилом Кокляевым. Рассмотрите, какой внушительный темп взял Михаил Кокляев. АПЛОДИСМЕНТЫ 10 повторов уже на счету российской сборной. 13 повторов – и сборная России становится новым лидером упражнения. 11 подъемов в 350-килограммовой штанге сделал Михаил Кокляев и суммарный результат сборной России становится 15 повторений. А на старте уже готовятся к упражнению сборная США. Очень тяжело отдаётся сегодня всем спортсменам упражнение присед. Четыре повтора сделал Дерек Паунстоун, повторив таким образом результат Игоря Пидана. Продолжать упражнение теперь будет Том Маклур. С трудом верится, чтобы он смог повторить результат Михаила Кокляева. Открил свой личный счёт Том Маклур. 8 повторов защитный американцам, и Маклур берёт паузу. 9 повтор – и на этом сборная США прекращает своё выступление. А нам с вами предстоит посмотреть выступление ещё одной сборной Литвы в этом упражнении. Видосблекатис и Жедрунос-Савицкас готовятся к старту. Жедрунос-Савицкас – многократный победитель турнира Арнольд Классик, двукратный чемпион мира по силовому экстриму, стратегически и верно распределил силы в этом упражнении. Сборная России задала очень высокую планку для своих соперников 15 повторов. И Жедрунос понимает, что ему необходимо присесть максимальное число раз, для того, чтобы Блекатису было проще выступать в упражнении дэдли. И Савицкас, как клапан в поршневом двигателе, поднимается раз за разом с 300-килограммовой конструкцией на плечах. 12 повторов сделал Жедрунос-Савицкас. И теперь только 4 повтура нужно сделать Видосублекатису, чтобы ввести сборную Литвы на первое место в этом упражнении. Видосублекатис. Правильно распределили силы литовские атлеты, и Блекатис четко выполняет свою задачу. 16 повторов защитно-сборной Литвы, и они становятся новыми лидерами упражнения. На радость зрителей Блекатис делает еще один повтор, и на такой триумфальной ноте завершилось это яркое и очень тяжелое для атлетов состязание. По результатам упражнения сборная Литвы лидирует, у сборной России второй результат, третье место делят сборные США и Эстонии. После двух упражнений сборная Литвы на первом месте, сборная России на втором, а сборная США уступает нашей команде полбалла. Ведущий турнира, четырехратный чемпион мира по силовому экстриму, Магнус Вермагнус, он рассказывает об условиях следующего упражнения снукер. Так называется вот этот круглый камень весом в 100 килограммов. Атлеты будут переносить его с одной тумбы на другую. Этот перенос необходимы условия для последующей работы с другими камнями весом от 120 до 180 килограммов. Лимит упражнения две минуты. Победит та команда, которая выполнит упражнение быстрее. Главный рефри состязаний доктор Даглас Эдбунсон разъясняет сборной Латвии все нюансы этого упражнения. Стартует агресс Козельникс. Снукер перенесен, и теперь ему предстоит поднять камень весом 120 килограммов. Первый камень в корзине, и теперь агрессу вновь нужно перенести снукер. Следующий камень весом 140 килограммов. Попытка удачная, и теперь опять нужно перенести снукер. Эстафету принимает Мартин Сквеникс. Его ждет камень весом 160 килограммов. Не хватает роста латышскому спортсмену, при том, что силы ему не занимает. Все старания напрасны, и Мартинс бежит к снукеру, потому что после неудачной попытки все равно нужно перенести снукер. И вновь на площадке агресс Козельникс. В одно движение поднял 160 килограммов агресс, и теперь вновь нужно перенести снукер. Следующий камень, который нужно заложить в корзину, весит уже 180 килограммов. Камень выдружен. И теперь и очередь Мартинса Сквеникса поднимать следующий камень, но перед этим нужно опять перенести снукер. Но, к сожалению, уже закончилось время у сборной Латвии, и только четыре камня из пяти успели они заложить в корзину. Следующей выступает сборная Литвы. Вилюс Петраускас и Саулюс Брусокас. Быстро перенес снукер Саулюс Брусокас. Заложил камень в 120 килограммов. Опять снукер. Не передавая эстафеты, Брусокас бежит поднимать камень весом 140 килограммов. Камень в корзине. Теперь опять нужно перенести снукер. Вилюс Петраускас принял эстафет. 160 килограммов в корзине. Брусокас будет переносить снукер. А дальше выходит Петраускас. Конечно, на передаче эстафеты атлеты теряют драгоценные секунды, но при этом экономят силы друг друга. 180 килограммов в корзине, и эстафету вновь принимает Брусокас. Последний перенос снукера. Петраускас и второй камень весом 180 килограммов. Есть! Сборная Литвы уложилась в 1 минуту 17,19 секунды. На старте сборная Америки. Том Маклур направляется к снукеру. Часто ошибаются атлеты, работая с относительно легким весом. Но Маклур быстро исправляет оплошность. 140 килограммов пристроены и вновь снукер. Дерек Паунстон будет поднимать 160 килограммов. Камень в корзине. Вновь снукер. И бегом к камню в 180 килограммов. Последний перенос снукера. Не тратя время на передачу эстафеты, Паунстон бежит к последнему камню весом 180 килограммов. 1 минута 13,64 секунды. Время сборной Америки. На 3 секунды опередили они сборную Литвы и вышли в лидеры в этом упражнении. Сборная России готовится к выступлению. Михаил Кокляев первым выходит на площадку. После снукера Михаил берется за камень весом 120 килограммов. Вновь устремляется к снукеру. Теперь 140 килограммов. Отлично! Не передавая эстафету, продолжает выступление. Решили по максимуму сэкономить время на передаче эстафеты наши спортсмены. Заждался Игорь Педан и в нетерпении устремляется к шару 180 килограммов. Силы рассчитаны правильно. Шар в корзине и теперь Игорю остается еще раз перенести снукер и поднять еще один камень весом 180 килограммов. На 4 секунды опередил российская сборная команду США и заслуженно становится новым лидером упражнений. Завершать упражнение будут Видас Блекатис и Жедруна Савицкас. Первым выходит на площадку Жедруна Савицкас. Без задержек первый камень погружен в корзину. Теперь очередь Видас Блекатиса. 140 килограммов в корзине. 160 килограммов поднимает Блекатис. На мой взгляд такая частая передача эстафеты отнимает слишком много времени у литовцев. Чуть-чуть они уступают скорости сборной России. 180 килограммов в корзине. И завершающий камень весом 180 килограммов в исполнении Жедруна Савицкаса. Отлично! Только литовская сборная была медленнее сборной России почти на 3 секунды. По результатам упражнения Снокер лидирует сборная России на втором месте команда Литвы, и на третьем сборная США. Перед финальным упражнением чемпионата сборная Литвы лидирует на втором месте сборной России и на третьем команда США. Ведущий Магнус Магнусен рассказывает об упражнении эстафета. На первом этапе нужно перенести 400-килограммовое коромысло по дистанции в 25 метров. Затем нужно будет пронести щит весом в 180 килограмм. Третий этап перенос гири весом в 210 килограммов. И в завершении нужно поднять три бочки весом в 100 килограммов каждая на платформу. Сборная Латвии готовится выступить против сборной Эстонии. Дан сигнал и агрис Козельникс практически со старта начал набирать скорость. Притормозил Мелис Пунгетс и дал возможность латышскому атлету вырваться вперед. Мартин Сквеникс принимает эстафету и начинает движение со щитом. У эстонцев на дистанцию выходит Андрюс Муромец по 180 килограммов в руках у спортсменов. Почти одновременно завершили первую половину пути латышские и эстонские атлеты и идут нога в ногу. Начинается так называемая утиная прогулка. Вес гири 210 килограммов. Силы оставили Мелис Пунгетса и Агрис Козельникс вырывается вперед. Последний штрих и дистанция окончена. Разрешили судью Андрюсу Муромцу подменить своего напарника. Окончена утиная прогулка у сборной Эстонии в то время как Мартин Куеникс уже грузит 100 килограммовые бочки на платформу. Первая бочка у эстонцев. Звучит свисток и Андрюс Муромец воспринимает его как знак того, что время вышло. Латыши тоже прекратили выступление. Странно, ведь время еще не кончилось. Но вот недоразумение разрешилось и команды продолжили выступление. Муромец закладывает бочку, а латышская сборная закончила упражнение, уложившись в одну минуту 46,72 секунды. Время вышло. Только две бочки успели поставить на платформу эстонцы. Для обеих команд турнир уже завершился. А на старте сборная Литвы и сборная Америки. Не самую легкую задачу поставили организаторы чемпионата перед финалистами. По 400 килограммов на плечах у Дерека Паунстона и Виллиуса Петраускаса. Капитан американской команды невероятно ускоряется под гнётом чудовищного груза. Дерек Паунстон закончил дистанцию, но забыл передать эстафету своему напарнику. А в это время Петраускас уже передаёт эстафету Саулюсу Брусокасу. Американцы потеряли на этой досадной заминке преимущество во времени. Том Маклур уже не может догнать литовского атлета. Брусокас начинает вторую половину пути с огромным отрывом. Теперь Виллиус Петраускас выходит на утиную прогулку с гирей весом 210 килограммов. А Том Маклур завершает проход со щитом. Дереку Паунстону уже не удастся сократить отрыв от соперников. Начинается погрузка бочек последний этап эстафеты. Догонять соперников всегда тяжелее и Дерек Паунстон завершает третью часть эстафеты. Сборная Литвы в это время грузит последнюю бочку. 1 минута 18,71 секунды время литовцев. А Том Маклур с отставанием от соперников завершает выступление сборной Соединенных Штатов. 18 секунд уступили американцы команде Литвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная России и еще одна сборная Литвы на старте. После 11 подъемов штанги которые показал сегодня Михаил Кокляев в дедлифте ему конечно тяжело нести 400 килограммовый карамыс вырвался вперед видосблекатель. Жидруна Савицкас принимает эстафету. 400 килограммов пронес Михаил Кокляев по дистанции Игорь Педан принял у него эстафету. Игорь 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 команды. Завершил утиную прогулку в Лекатис и бегом на погрузку бочек. А Михаил Коклеев только приступает к утиной прогулке. Никакой паники. Ребята понимают, что идут лучше американской команды в общем зачете и главная их задача выполнить упражнение до конца, не допустив ошибок. Савискас расправляется с бочками. 1 минута 11,43 секунды время литовской команды и первое место в чемпионате. К последнему этапу эстафеты приступает российская сборная. Финиш российской команды и время наших ребят в эстафете 1 минута 45,69 секунды. Сборная России занимает второе место на командном чемпионате мира в парах. Ведущий Магнус Вермагнусон спрашивает наших атлетов, довольны ли они выступлением в турнире. Михаил Кокляев отвечает, что они не просто довольны, они счастливы. Чему же вы радуетесь? Вы же не победили, спрашивает ведущий. На что Игорь Пюдан говорит, что в следующий раз команда может выиграть. Ведь их парное выступление на столь серьезном уровне со столь серьезными соперниками было первым в истории российского силового экстрима. В следующий раз они будут бороться именно за первую ступень турнирной таблицы. Ведущий поддерживает боевой настрой российских атлетов. Россия, мать! Россия, мы лучшие! Ремистра своих героев с почетом! Спасибо, Серега! Спасибо! Ведущий Магнус Верр Магнуссон спрашивает победителей, довольны ли они своим выступлением. Жидрунос отвечает, что им очень нелегко далась победа в этом чемпионате, потому что все соперники были очень сильными, все упражнения, подобранные для этого турнира, были тяжелыми. Если посмотреть на весь соревновательный сезон, то он тоже был нелегким, поэтому победа на этом чемпионате для них с Влекатисом особенно ценна. И сейчас, когда все закончилось, они просто счастливы. По результатам упражнений эстафета лидируют две сборных Литвы. На третьем месте сборная США, на четвертом месте команда России. По результатам, после четырех упражнений первое место у сборной Литвы, команда России на втором месте, сборная Америки на третьем. Турнир был сложным, и тем приятнее теперь получать награды. Бронзовые медали получила сборная США. Серебро завоевала команда России. Кубок чемпионов и золотые медали у литовских атлетов. Мы поздравляем победителей этого яркого и зрелищного турнира, а сборную России с успешным выступлением. Субтитры создавал DimaTorzok